Девушки отдыхают Пожар за последние полтора года. Сегодня утром загорелась крыша здания. С места происшествия Екатерина Свериденко. Пожар в здании около 9 утра заметила охрана заповедника Хортица и сразу же вызвала спасателей. По прибытию первых подразделений к месту вызова было обнаружено, что чердак сильно задымлен. Проведенной разведкой было установлено, что внутри в перекрытиях деревянные пустотные перекрытия над чердаком распространяется огонь внутри. Около полутора часов более 30 пожарных ликвидировали возгорание. Источник огня находился на так называемом техническом этаже. Причиной пожара стал человеческий фактор, говорят спасатели. Это был предумышленный поджог или это был случайно брошенный окурок. Либо, может быть, разбирали, пытались металл в здании воровать. Сейчас сказать сложно, но стоит отметить, что здание уже далеко не первый раз горит. Здание уникальной архитектуры, построенное в 50-е годы. Сейчас принадлежит Национальной академии аграрных наук. Руководство заповедника Хортица давно планирует сделать это здание одной из туристических достопримечательностей острова. Но собственники Цемежа на этот шаг не идут. Национальный заповедник Хортица уже столько лет просит в Академии аграрных наук, чтобы здание передали нам на баланс, чтобы мы ее эксплуатировали, ремонтировали и так далее. А, на жаль, не передают. И спасатели, и руководство Национального заповедника Хортица говорят, здание могли поджечь умышленно. Несколько лет оно не охраняется и постоянно подвергается нападкам вандалов. Заповедники предполагают, здание в центре острова кому-то приглянулось, и с тех пор его умышленно разрушают, чтобы позже забрать в собственность. Екатерина Свериденко, Олег Мовченюк, ТВ5. Поддержать Авдеевку в Запорожье создают штаб по оказанию гуманитарной помощи. Об этом сообщили представители городского совета. Сейчас посчитывают количество свободных койко-мест в больницах, модульном городке и общежитиях на случай, если необходимо будет принимать переселенцев. Также городские власти налаживают контакт с местными властями Авдеевки, чтобы составить список необходимых вещей. Что нужно и как можно будет передать гуманитарную помощь, мы расскажем в наших последующих выпусках новостей. Остановить рубежи. Накануне бойцы батальона Донбасс-Украина скрытно выдвинулись на позиции противника и заняли их. Напомним, территория села Новолуганское по минским договоренностям считалась подконтрольной Украине, но там находились боевики. Немалый вклад в успешное выполнение боевой задачи внесли и запорожцы, которые проходят службу в подразделении. Об этом далее в сюжете. Артобстрелы в районе Светлодарской дуги сократились. Однако тяжелое вооружение противника продолжает работать в позднее время суток. Стрелковые бои и провокации происходят ежедневно. По нашей позиции работал снайпер, довольно-таки с близкого расстояния. Нашли место, откуда он работал. В ближайшие дни будем отрабатывать эту позицию. Ну и та карта обстрела. О людях, которым удалось избежать фатальных последствий, говорят, родился в рубашке. А боец с позывным «Малой», похоже, родился в бронежилете. Вчера мне по ногам стреляли, сзади я шел, поднимался. Вот так вот. Одна между ног пролетела, одна вот здесь, сбоку. У Хремова, там где-то сидел, наверное, ночью с тепловизором. Спасти может жизнь бойца, только хорошо укрепленное сооружение. Ну, как, например, блиндаж. Сверху слой земли очень большой, оно выкапывается, как после плату построили. Он просыхает, когда просыхает, хорошо, очень теплое. Такое теплое, я смотрю, у нас даже камеры запахли. Очень теплое, да. В батальоне немало запорожцев. Бойцы передают привет родному городу и своим близким. Передаю привет Запорожью. Не переживайте, родина под контролем, не в опасности. Всем друзьям, близким, родным, всех, кто меня знает. Витахи другу, привет. Служит в подразделении корреспондент телеканала ТВ5 Тарас Шевченко. Накануне он был награжден орденом за мужество. Это за, когда мы стояли в Маринке. Приятно, конечно. Но для меня это такой опыт. Меня никогда ничем не награждали, никогда. Привет из родного Запорожья. Коллектив ТВ5 передал посылки на фронт. Наши коллеги и друзья передали тебе гостинцы. Спасибо. Здесь? Спасибо. Чтобы ты знал, что мы о тебе помним, мы скучаем за тобой. Ждем уже, когда ты вернешься. И всегда будем поддерживать. Хорошо, спасибо большое. Благодарим тебя за смелость. Мы с тобой очень гордимся. Желаем сил, терпения и везения. Ньюсру. Хочется поблагодарить всех работников ТВ5, всех, кто меня знает, кто не знает. То, что вы помните о нас, о всех, о солдатах, о военных. Мы продолжаем следить за развитием событий на линии фронта. Более подробно о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня» в понедельник, 6 февраля в 19.45. Евгений Мельник, Юрий Васильченко, Александр Гоц, Александр Кровец из Донецкой области. ТВ5. Библиотека для солдат. Депутаты Пологовского горсовета инициировали бессрочную акцию «Книги для защитника». По мнению организаторов, она поможет украинским военным поддержать боевой дух и отвлечься от негативных мыслей. Подробнее об акции в материале Екатерины Шапки. Акция «Книга для защитника» стартовала в Пологах неделю назад. Ее инициатором выступила Валентина Шашко. Идея возникла благодаря воспоминаниям. «Ще коли я працювала в школі, для одного з моїх учнів батьки збрали посилку і отправили, він був воїном-інтернаціоналістом. І от ви собі представте, від далекої України, невеличкого села у далекий афганське місто Шенган була отправлена посилка не з їжею, не з одягом, а именно з підручниками, тому що хлопець мріяв навчатися. І от зовсім недавно на Різьвяні свята, листаючи сторінки соціальних мереж, я побачила про те, що наші учасники АТО, хлопці, теж читають, особливо в госпіталях». Ідею собрать бібліотеку для військових Валентина поділилась з колегами. Акцію підтримали багато горожані. «Я все рівно вважаю про те, що книжку, живу книжку, книгу її нічим не заміниш. Вона – це частинка тепла тих людей, я так думаю, що буде тих людей, які з дому, де вона лежала, де вони її читали. І ось ця тепла та позитивна енергія, вона принесе нашим бійцям, я думаю, такі позитивні емоції і підтримає їх там, именно духовно». Среди принесённих книг – класика, история, романы. Пологовчанка Валентина увлекається детективами. Говорит, перечитала їх багато. Десять книг принесла для українських солдат. «Эти истории мне принесли пользу, і, честно говоря, хочеться поделиться с солдатами. Во-первых, це дуже увлекательні книги. Ти читаєш книгу і переживаєш ту ж історію, де там уже чоловік твій життя прожив. Для всіх пологовців, які планирують присоединиться к акції, Валентина предлагає її разнообразити. «В книге можна написати даже, ну, кожному солдату, можна там, ну, може я імени його не знаю, а просто подписати і сказати с любов'ю, там, читай, я тебе, ну, там, благодарю за твою службу, благодарю за те, що ти воюєш за мене. Вот, именно, даже можна слова благодарності в каждій книге написати для солдата. Це дуже буде приємно ему, я думаю». Литературу для солдат принимають в Пологовському горсовете, кабінет номер 15. Военам планирують передавать і церковну литературу. «Ви решили звернутися до наших церков про те, щоб ми знаємо таку інформацію, що в них є. Ми хочемо зібрати Евангелие на українській мові і передати нашим бійцям». Акція бессрочна, а книги на фронт і в госпіталі будуть передавать по мере поступления. Перву отправку планирують сделать уже в середине февраля. Екатерина Шапка, Александр Доля, Пологи, ТВ5. «Помощь пернатым». Сильные морозы потолкнули учеников школы номер 54 задуматься о наличии кормушек. Дети решили объявить акцию, призывая запорожцев помочь птицам пережить холода. Детали у Сидони Ракелян. На днях в нашу редакцию новостей пришло огромное количество писем от учеников 2-го класса 54-й школы. Они просили помочь им в акции «Сделай кормушку для птиц». Люди помогают птицам выжить зимой, спрятаться от метели и свежих бурь, когда через снег, морозы и вигурь. Они не могут самостоятельно ходить себе корм. Дети в своих письмах призывают запорожцев кормить бездомных животных и даже построить дом для оленей. Прошу показать передачу на эту тему, которая бы смогла напомнить всем о необходимости оказания помощи птицам и животным зимой в силу своих возможностей. Но для начала дети решили сделать кормушки своими руками. Их разнообразие удивляет деревянное, пластиковое, некоторые и вовсе с особым дизайном. На это папа помогал. Но он взял дерево и как-то начал делать. Я подстелила под низ листья, чтобы птичкам было тепло. Дети вместе с классным руководителем украсили двор своей школы кормушками, приготовили и корм для будущих посетителей. Я сделал кормушку, потому что птицам жалко. Им холодно, нечего есть. Люди должны помогать. Вот это папа делал целый день. А вот эти все части мы делали до 10 минут. Птичкам надо помогать, кормить их, чтобы они были здоровы. А главное, им не холод, а голод. Школьники развесили кормушки и наполнили их едой. Теперь надеются, что это сделают и другие жители города. На уроке мы с ними как-то вместе решили, что нужно привлечь общественность, потому что мы маленькие можем это сделать, а взрослые люди им же еще легче. И поэтому мы решили с помощью вас поделиться с людьми нашим хорошим делом и чтобы привлечь побольше народу. Седония Ракелян, Эдгар Копытов, Руслан Шевченко, ТВ5. Народные обереги с авторским взглядом. В отделе искусств Запорожской областной библиотеки открылась персональная выставка «Инги Янкович оберег». Экспозиция охватывает работы разного периода. Это куклы Мотанки и Вытынанки. На выставке художница также представила свою авторскую технику. Больше расскажет Мария Маракелян. Для «Инги Янкович» экспозиция, представленная в областной библиотеке, события символичные. Именно в этих стенах 20 лет назад проходила ее первая персональная выставка. Сегодня директор художественного музея представила более 40 работ. Одно из ее увлечений – Вытынанки, искусство вырезания из бумаги. Я использую именно народные образы. И такие предавние символы, очень часто такие космогонические символы, которые рассказывают про солнце, про землю, про световое дерево, про эту предавнюю мифологию. Она мне всегда такая интересная была. И я пыталась себе уявить, как предавние люди уявляли себе свет, как они его пояснили для себя, как они жили в том свете. Символизм заложен и в куклах-мотанках, которые Инга Янкович мастерит из тканей травы. Куклы разных размеров. Есть и карманные, и полуметровые экспонаты. Когда я их делаю, я всегда с ними разговариваю. И мне всегда хочется сделать так, чтобы она была очень гарной, очень симпатичной, очень красивой. Если не намалювать обличие, то можно уявить какой-то выраз обличия на этой ляльце. Она может и смеяться, и плакать, она может и смывать, и родить, будь то, что. И это все является уявлением. Следуя традициям народного искусства, Инга Янкович сумела выработать уникальную авторскую технику. У нее такие интересные эстампы представлены. То есть их можно тоже назвать оберегами, потому что они представляют из себя картины, которые напоминают кукол-мотанок. Это обязательно крест из ниток и обязательно какие-то природные материалы, которые в основе этих эстампов. Очень интересно. Мы первый раз столкнулись с такой техникой, и я думаю, что это действительно ее можно запатентовать. Выставка работ Инги Янкович в Запорожской областной библиотеке продлится до 25 февраля. Мария Маркелян, Олег Мовченюк, ТВ5. И это все новости к данному часу уже в 19.00. Смотрите. 205 миллионов. Рекордные инвестиции для аэропорта. Первый пошел. Запорожье отправляет гуманитарную помощь в Авдеевку. Слишком гостеприимные. Запорожским юниорам-легкоатлетам не хватило опыта. Чем придется жертвовать главным героем сериала «Спасти босса» и ради каких целей, узнаете в новой серии фильма сразу после выпуска новостей на телеканале ТВ5. И напоминаю, актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте. tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Субтитры подогнал «Симон»